Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Новые тротуары, дороги, цветы и деревья. Глава Самары Елена Лапушкина посмотрела, как благоустраивают дворы в Кировском районе. Сто лет со дня рождения выдающегося ученого на территории Самарского университета установили бюсты Виктора Лукачева. 434 года Самаре в городе готовит программу на три праздничных дня. Чем будут удивлять жителей? В Кировском районе Самары в этом году благоустроили дворы 19 домов по программе формирования комфортной городской среды. Еще четыре территории привели в порядок в рамках регионального проекта «Содействие». Как были выполнены работы, посмотрела глава Самары Елена Лапушкина, которая накануне совершила объезд района. Мэр встретилась также и с жителями, которые сами создают комфортные условия у своего дома. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Небольшие елочки, аккуратные газоны и вазоны с цветами. Такая красота встречает людей у дома номер 135 Б по Ташкентской. Уют вокруг своего здания организовали сами жители. Вместе высаживали растения и постоянно за ними ухаживают. Также вместе жильцы приняли решение отремонтировать вход в подъезд. Теперь здесь есть система видеонаблюдения, экономное освещение с датчиками движения и удобные лавочки. Жильцы наши очень активные. На субботники выходят, все помогают. Вовремя коммунальные услуги оплачивают. Это самое основное, за счет чего мы будем все это делать. Познакомиться с неравнодушными жителями приехала глава города Елена Лапушкина. Благодаря своей совместной активной работе жители в этом году стали победителями конкурса «Лучший многоквартирный дом Кировского района». Елена Владимировна, мы всем победителям конкурса на «Лучший многоквартирный дом» на придомовую территорию изготовим такие вот таблички, которые украшают фасад и жители сразу знают, что здесь живут неравнодушные люди, которые своими руками приводят в порядок и плюс участвуют в конкурсах и получают за счет этого дополнительные средства уже бюджета. Останавливаться на этом жители не собираются. В следующем году они намерены участвовать в региональном проекте «Содействие», чтобы сделать новую детскую площадку, заасфальтировать парковку и привести в порядок отмостки. А вот жители домов номер 83 и 85 по Ташкентской уже оценивают результат участия в этом проекте. Здесь расширили внутриквартальную дорогу, обустроили новые парковочные места с разметкой, сделали лестницы к подъездам и тротуары, привели в порядок газоны. Мы когда делали ниже территорию по 79-му дому, и она очень хорошо у нас получилась по средствам бюджета КГС, жители верхнего дома говорят, мы тоже хотим такую красоту, и тогда разговор состоялся. Если подать заявку, то, ну, понятно, в конец очереди вставать, там нельзя подниматься. Мы предложили попробовать поучаствовать в «Содействии» за счет дополнительных средств жителей. После финансирования. После финансирования. Жители обсудили, согласились, и, соответственно, вот родился такой проект. Еще один двор в Кировском районе, в котором побывала глава Самары, благоустраивают по федеральной программе формирования комфортной городской среды, которая является частью нас проекта «Жилье и городская среда». У дома номер 152 по свободе положили новый асфальт, обустроили парковочные места и построили две площадки – детскую и спортивную с антитравматическим покрытием. Жители отмечают, что после ремонта этот двор стал очень популярным для прогулок. У нас как только площадку построили, раньше здесь было 5-10 человек, 60. У меня окна сюда выходят, родители, дети, всех возрастов. Для больших здесь 3-4 компании играют в баскетбол, в футбол, в песочнице куча народа. Здесь очень много всего. Довольны вы? Да, абсолютно довольны. Жильцы поделились с главой Самары планами по дальнейшему развитию территории. Они хотят сделать двор более зеленым, высадив деревья и кустарники на газонах, разметить парковочные места, а также установить на въезде во двор лежачего полицейского, чтобы обезопасить детей, которые теперь чаще здесь гуляют. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Установить новые остановочные павильоны, благоустроить двор и отремонтировать дорогу. Глава города Елена Лапушкина провела прием граждан в Кировском районе. О том, какие вопросы удается решать, уже в этом году узнала мэрия Елчан. Зинаида Нинашева в 235-м доме по проспекту Кирова живет 20 лет. Говорит, за эти годы двор ни разу капитально не ремонтировали. Внутриквартальные проезды в плохом состоянии и требуют благоустройства. После дождей здесь огромные лужи, обходить которые сложно. Тротуаров нет. С этой проблемой женщина пришла на прием главе города Елене Лапушкиной. Преобразить двор должны к следующей осени по программе формирования комфортной городской среды. Особенно зимой страдаем. Потому что вот эту дорогу прочистят, а как сойти с этой дороги, никто не прочищает. Я сама беру лопату, иду и делаю ступеньки, чтобы люди могли, как я, пенсионерка, они могли бы. Молодые-то прыг, скакнутые все, а мы-то ножки-то как уже старые, не поднимаются. Жители поселков Падовка и Чкалово обратились к главе Самары с просьбой заменить остановочные павильоны. До середины октября будут проведены торги по закупке, и уже к концу этого же месяца их установят. Кроме того, жители нуждаются в тротуаре от одного населенного пункта к другому. Его начинали делать в 2018 году, но строительство не завершили. Давайте уж с красоты начнем, и будем ее максимально беречь. А по поводу тротуара в этом году мы уже не сможем это сделать, потому что строительный сезон заканчивается, мы торговать не успеем. А в следующем году максимально все, что мы можем сделать, мы по этому тротуару сделаем, потому что, конечно, это неправильно. Пришли на приемы жители кварталов, которые уже осмотрела глава города. Они попросили привести в порядок дорогу на улице Парадной. Как выяснилось, план работ по этому участку уже сформирован. В следующем году Департамент городского хозяйства и экологии рассмотрит возможность выполнить ремонт проезжей части картами. Еще один вопрос, который просят решить жители Кировского района – установка светофора на пересечении Зубчининовского шоссе и улицы Товарной. Это станет возможно уже в текущем году. Мэри Илчан, Константин Головин, Василий Кладошов. События. Первый этап строительства Фрунзенского моста в Самаре завершен. Возводить сооружение начали в 2015 году. Фрунзенский является самым длинным мостом через водную гладь в Самарской области. Протяженность объекта – 667 метров. Что остается доделать строителям, узнала Лариса Шалафаст. Первый этап строительства моста, появление которого ждали тысячи жителей региона, официально завершен. Фрунзенский мост начали возводить пять лет назад. Его протяженность – 667 метров. Процесс монтажа и сварки всего пролетного строения продолжался один год и девять месяцев. Общий вес металлоконструкции – более 9 тысяч тонн. Главная задача мостового перехода – соединить центр Самары с Куйбышевским районом и новыми микрорайонами. Все население, особенно жители Куйбышевского района, почувствовали существенное облегчение. Насколько стало проще, легче добираться в центральную часть города, с левого берега реки Самары, с Куйбышевского района, с Сухой Самарки, со 116 километра. Из Волгаря люди до центральной части города добираются в течение 10-12 минут абсолютно без пробок. Сейчас на трассе осталось установить автоматизированную систему управления дорожным движением. Здесь осталось в рамках АСУ-ДД и СМИКа поставить оборудование предусмотренное. Это АСУ-ДД – автоматическая система управления дорожным движением и СМИК – система мониторинга инженерных конструкций. Светофорные объекты уже установлены. В данном случае идет о организации движения, потока движения по мосту и по развязкам. Второй этап возведения мостового перехода уже начался. Он включает строительство четырехполосной магистральной улицы, которая будет выходить на трассу Самара-Волгоград. Работы ведут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом Владимиром Путиным. Напомню, Самарская область в числе лучших регионов страны по реализации данного проекта, о чем ранее губернатор Дмитрий Азаров напомнил в своем послании. Подрядчик приступил и к проектированию третьего этапа строительства. Он предусматривает мост через реку Подстепновка и развязку на Страмиловском кольце. Лариса Шлафаст, События. Бесплатные лекарства или денежная компенсация. Покупка большого количества препаратов может оказаться непосильной ношей для семейного бюджета, особенно когда речь идет о больных онкологии. Министерство здравоохранения Самарской области рекомендует не выходить из системы лекарственного обеспечения. Слово мэри Елчан. Три года назад у Петра Спиридонова прошла сложная операция. Мужчине удалили одну почку. Сейчас ему необходимо принимать дорогостоящие препараты для поддержания здоровья. Поэтому о выходе из системы лекарственного обеспечения он даже не думает. Препарат очень дорогой и я его получаю по социальным льготам. Ну, от них я отказаться никак не могу. Сам я не потерял. Право на бесплатное лечение есть у инвалидов, ветеранов, блокадников и пострадавших от воздействия радиации. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе реализуется программа лекарственной поддержки федеральных льготников. Так, за счет средств областного бюджета они получают препараты, не входящие в утвержденный перечень, но необходимые по назначению врача. Тем пациентам, которые нуждаются в постоянном приеме препаратов, в таблетированном приеме препаратов, не посещать ежедневно стационар и получать эти препараты за счет средств обязательного медицинского страхования, а таково требование федерального законодательства, то благодаря сохранению набора социальных услуг эти пациенты получают препараты в аптеке при онкодиспансере и уже дома под контролем врача осуществляют прием этих препаратов. Каждый льготник может по своему выбору воспользоваться бесплатными лекарствами или получить за них финансовую компенсацию. По мнению врачей, не стоит отказываться от препаратов. Непродуманное решение может спровоцировать возникновение осложнений и обострение хронических заболеваний. До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе набор социальных услуг. Мэри Елчан, Сергей Баскин, События. Самаре открыли бюст и мемориальную доску в память известного советского ученого Виктора Лукачева. Он проработал ректором Куйбышевского аэрокосмического университета свыше 30 лет. При нем появился студенческий городок, жилье для преподавателей и факультеты двигательных летательных аппаратов. Мария Левина познакомилась с внучкой академика, которая пошла по стопам деда. Ирина Лукачева – современная деловая женщина. Год назад пришла работать в Самарский университет. Эти стены для нее роднее, чем для кого-либо. Весь студенческий городок вуза появился в Самаре при ректоре Викторе Павловиче Лукачеве. Это родной дедушка Ирины. При нем же появились и новые факультеты, необходимые городу с ракетно-космическим производством. Ирина вспоминает, как в детстве прибегала в университет на работу к любимому деду. Вы знаете, меня судьба привела сюда более года назад. До этого я работала в других структурах. Но, видимо, родные стены, они тянут. Тем более, все равно вот это вот все построил Виктор Павлович и возвел. Это наше достояние, я этим очень горжусь. Ощущение особенное, даже в первом корпусе, когда он сидел там, будучи ректором, я бежала, да, как на праздник, как к себе домой, потому что все эти стены были родными. Виктор Лукачев – известный советский ученый в области летательных аппаратов, доктор технических наук, герой социалистического труда, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Возглавлял Куйбышевский авиационный университет более 30 лет. За вклад в жизнь города его имя решили увековечить. На территории родного вуза установили бюста, на стене дома, где жил ученый, появилась мемориальная доска. Он любил свой инстинкт, он любил людей, которые в нем работали, он любил студентов, он любил дело свое, поэтому добился таких успехов. Открытие бюста объединило в коридорах Самарского университета студентов, ветеранов, заводчан и академиков. Отдать дань памяти человеку, который приложил руку к созданию крупнейшего научного кластера страны, изъявили желания многие. В самом вузе заявили, что победы предшественника не могут не вдохновлять на дальнейшее развитие. Для университета очень важно сохранить дух тех традиций, которые были заложены Игорь Павловичу Лукачеву. Тот энтузиазм шестидесятников, ту смелость, которая была в нем, чтобы реализовывать крупные и значимые для страны и для региона проекты. Вместе с доской и бюстом на первом этаже главного корпуса Самарского университета открыли фото-выставку, посвященную жизни и труду Виктора Павловича Лукачева. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Самарские родители получат финансовую помощь. Жители России стали отказываться от пластиковых карт, а водители рассказали, как экономят на бензине. Подробности расскажет моя коллега Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория. Самарские безработные родители смогут получить дополнительную помощь от государства уже в этом сентябре. На эти цели из федерального бюджета выделили 8,5 миллиардов рублей. На каждого ребенка в возрасте до 18 лет безработные родители дополнительных пособию по безработице получат по 3 тысячи рублей. На выплаты могут рассчитывать почти 3 миллиона граждан, признанных безработными. Специалисты Росстата выяснили, в каких регионах самые высокие зарплаты. Эксперты проанализировали данные за первую половину этого года. Оказалось, что жители Чукотки получают в среднем по 116,5 тысяч рублей в месяц. На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем в 113 тысяч рублей. За ним следует Москва, где можно заработать в среднем 97 тысяч рублей, Магаданская область – 96,5 тысяч и Ненецкий автономный округ с средней зарплатой 93,5 тысяч рублей. В десятку также вошли Сахалинская область, Камчатка, Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия. А вот меньше всего зарабатывают жители Ивановской области, Алтайского края, Карачаева, Черкесии, Чечни и Дагестана. Россияне во втором квартале этого года начали активно отказываться от депозитных и кредитных карт. Число пластика сократилось на рекордный за последние пять лет показатель – сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Центробанка. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году. Тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на 4 миллиона единиц. Одной из причин эксперты называют введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса. В первую очередь – ужесточение правил выдачи банками кредитных карт. Среди других ограничительных факторов – насыщение рынка пластиком. В среднем на одного трудоспособного жителя России приходится уже почти три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены на всякий случай. Российские водители назвали способы сэкономить на бензине. Они перечислены в исследовании аналитического центра НАФИ. Среди наиболее популярных у водителей способов снижения расхода топлива – придерживаться плавного стиля езды, реже пользоваться кондиционером, а также реже ездить. Авторы исследований выяснили, что наиболее часто экономят горючие владельцы малолитражных машин, а также водители старше 55 лет. Меньше всего обращают внимание на расход бензина владельцы автомобилей с мощным двигателем, а также водители в возрасте от 18 до 24 лет. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 сентября – 76 рублей 1 копейка. Американская валюта прибавила 11 копеек. Курс евро – 89 рублей 57 копеек. Европейская валюта снизилась на 17 копеек. Стоимость нефти марки «Брент» на 16 часов 9 сентября – 40 долларов 8 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Рыбалка без границ. В Кенель-Черкасском районе Самары прошли соревнования по ловле обитателей речной фауны. На крючке у участников оказались карп, карась и красноперка. Задача спортсменов – поймать как можно больше рыбы. Подробнее Мэри Елчан. Алексей Блинков участвует в соревнованиях по спортивной ловле по плавочной удочкой каждый год. У его команды пять часов, чтобы поймать как можно больше рыбы. В этот раз добытчики заняли второе место. Но, как говорят участники, победа здесь далеко не главная. Мы пообщались с друзьями, которых год не видели. Это раз – это уже отдохновение души. Во-вторых, здесь сама атмосфера подпитывает от земли. И мы приедем домой, мы еще неделю будем себя чувствовать, как эйфория какая-то от земли. Соревнования проводятся среди команд общественных организаций инвалидов, ветеранов и пенсионеров. Здесь как маститые рыбаки, так и новички. Участники к борьбе за звание лучшего готовятся заранее. Ведь для удачной ловли добытчикам нужна подходящая наживка. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора мы соблюли все необходимые меры. То есть, каждой команде выделена отдельная территория. Каждый рыбак находится не менее двух метров друг от друга. Транспорт-то у нас отдельный. Мы заказали автобусы, газели. Соревнование по спортивной ловле «Рыбалка без границ» прошло в 13-й раз. За все время участия в состязаниях приняли около 1500 рыболовов. Мэри Илчан Николай Сидоров, События. А теперь коротко о других темах дня. Иностранный язык исключили из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация. Такое решение принял Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещении России. Согласно существующим школьным стандартам, ЕГЭ по иностранному языку должен был стать непременным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году. Но теперь эту норму отменили. Самарских автомобилистов просят быть внимательнее. В связи с празднованием Дня города в центре временно перекроют несколько улиц. 12 сентября с 3 до 6 и с 15 до 22 часов нельзя будет проехать по Волжскому проспекту от Вилоновской до Маяковского, а с 6 утра до 15 часов по улице Максима Горького и Волжскому проспекту от Речного вокзала до Новосадовой. На этих улицах будет проходить легкоатлетический забег. 13 сентября движение транспорта закроют в 14 часов на участке Волжского проспекта, от Вилоновской до Осипенко. Ограничение будет действовать до полуночи. С 9 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Первый самолет в Каир вылетит вечером в среду из Шереметьево. Ранее открылись рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы. А 7 сентября Греция разрешила россиянам въезд в страну. Но в неделю должны прибывать не более 500 человек. Требования по карантину сохраняются. По итогам летних месяцев самыми популярными курортными направлениями у самарцев стали Сочи, Симферополь и Анапа, сообщает пресс-служба аэропорта Курумыч. С июня по август пассажиропоток на этих направлениях составил более 120 тысяч человек. В Сочи слетали 55 тысяч пассажиров, в Анапу 26 тысяч. Спрос на это направление по сравнению с прошлым летом вырос в 7 раз. Новый сезон начали в полном составе. Балерина Самарского театра оперы и балета Татьяна Топоркова во время личного приема у депутата Государственной Думы Александра Хинштейна поблагодарила его за помощь в возвращении в Самару с территории Украины. Напомню, солистка Самарского оперного театра обратилась к депутату в июле с просьбой посодействовать в пересечении границы с Украиной. В Харьков она уехала к родственникам в отпуск, но вернуться в Самару так и не смогла из-за карантинных мер. Граница оказалась закрыта. Депутат направил ходатайство в правительство России. После чего власти страны приняли положительное решение о пропуске Топорковой. Соответствующие распоряжения получили все причастные ведомства. Благодарная за решение вопроса балерина пригласила Александра Хинштейна в театр. Ну и рад тому, что Татьяна пришла к решению получить российское гражданство. То, конечно же, и в этом вопросе мы поможем, потому что наша страна заинтересована в притоке сюда именно квалифицированных кадров. Ну а уж куда более квалифицированных, чем артист балета, который выступает сегодня на сцене одного из лучших театров страны. Торжества, посвященные Дню города в Самаре, в этом году растянутся с пятницы до воскресенья. Организаторы готовят насыщенную и зрелищную программу. Каждый сможет найти занятие по своему интересу. На склоне площади Славы и на набережной будут работать творческие коллективы, фестивальные и выставочные площадки. Так, чтобы люди, которые за время пандемии успели соскучиться по массовым мероприятиям, надолго запомнили, каким был День города 2020. Череду праздничных программ ко Дню города в пятницу вечером в амфитеатре на склоне площади Славы откроют фестиваль джазовой музыки, хедлайнером которого станет оркестр Игоря Бутмана из Москвы. А в качестве ведущего выступит историк джаза Кирилл Машков. Концерт «Самара Open Jazz» состоится 11 сентября. Начало в 17.00. Первыми на сцену выйдут самарские джаз-бенды. Долгий период самоизоляции пошел музыкантам на пользу. Они готовы подарить самарцам самые яркие эмоции. Будут замечательные артисты ЛРК-трио, которые выступали в прошлом году. Будет наша землячка Алла Рид. Будет народный артист Российской Федерации Игорь Михайлович Бутман с московским джазовым оркестром. Выступят и наши коллективы. Это квартет Григория Файна. Выступят преподаватели джазовой студии «Движение» совместно с Фернандо с бендом. То есть программа будет насыщенная. Организовано это будет на самом высоком уровне с точки зрения безопасности, с точки зрения здравоохранения. У нас свободный вход в концерт будет с 5 часов вечера до 9 часов вечера. В субботу, 12 сентября в 17.00 на площадке амфитеатра открытие фестиваля «Шостакович. Самарское время» с участием народного артиста России Сергея Безрукова и пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. В воскресенье меломанов ждет концерт группы «Синяя птица» и самарский КВН, который с триумфом вышел на сцену после карантина. В регионе разыграли кубы губернатора, а сейчас КВНщики готовят новую программу. В день города в Самаре пройдет масштабное выступление. Хорошее настроение всем любителям жанра веселых и находчивых гарантировано. Начало 13 сентября в 16.00 на сплоне площади Славы. КВНщики, представители всех лиг будут участвовать в этом мероприятии. И дивизионы школьников, периодически, естественно, со всеми ограничениями. И студенты официальной лиги Самары, и Лига трудовой молодежи, и Лига молодой специалист. Постараемся показать всех. Интересная программа будет. Также еще будет дистанционный розыгрыш призов и подарков от движения «Самарская КВН». Концерт Самарского клуба веселых и находчивых пройдет в режиме соблюдения мер безопасности. Перед началом вся территория будет продезинфицирована, даже микрофоны для артистов и сидений для зрителей. Самарская набережная в воскресенье превратится в выставочную площадку. Будет работать ярмарка сувениров, сделана в Самаре. На творческих площадках пройдут концерты участников проекта «Культурное сердце России». Особое внимание книголюбам. Самарская областная универсальная научная библиотека начинает новую традицию. Фестиваль «Время читать». Мы жителям нашей губернии хотели бы дать возможность познакомиться с книжными новинками, познакомиться с писателями. И вот такую возможность нам даст День города, в рамках которого такой книжный фестиваль и пройдет. Мы хотим, чтобы был еще один фестиваль, но связанный с книгами, с интеллектуальным досугом. И проходил он каждый год именно в сентябре. И можно приобрести книги по ценам издательств, познакомиться с современными писателями, пройти какие-нибудь интеллектуальные книжные мастер-классы. По словам организаторов, это будет один из самых зрелищных праздников День города – подарок жителям и гостям Самары. При этом всем участникам важно помнить о социальном дистанцировании и соблюдении масочного режима. Олег Зверев, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала Самара Гис и в соцсетях. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова